В Казахстане по первичному диагнозу зарегистрировано 9 случаев подозрения на корь. Три из них подтверждены. Заболевшие, непривитые дети, родители которых отказались от вакцинации. В региональной службе коммуникации руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля отмыл, что по данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время существует угроза распространения корей в различных регионах мира. Ирмуханбет Даулетбаев напомнил о важности соблюдения календаря профилактических прививок. Рост заболевания корей эксперты отмечают во всем мире. Из-за снижения охвата вакцинации и ослабления эпидемического надзора в связи с COVID-19 в прошлом году было зарегистрировано 155 тысяч случаев. Ослаждение эпидситуации на начало этого года отмечается в странах ближнего зарубежья. В республике Казахстан зарегистрировано 9 случаев подозрения на корь. Подтверждено 3 случая. Все случаи завозны с Турции, заболевшие непривитые дети, родители которых отказались от вакцинации своих детей. В Кустанайской области последние случаи кори были зарегистрированы в 2020 году 54 случая и в 2019 году 193 случая. В Кустанайской области эпидситуация стабильная. В последний раз болезнь была зарегистрирована 3 года назад. По словам специалистов, 98% детей региона привиты. Согласно национальному календарю, плановую вакцину ребенок получает дважды в год и в 6 лет. Корь – острое инфекционное вирусное заболевание, протекающее с высокой температурой, головной болью, сыпью на теле, может быть кашель. Корь характеризуется высокой контагиозностью, то есть заразностью. При контакте с больным корью заболевают все лица, непривитые против корей. Осложнение после перенесенной кори – слепота, атиты, пневмонии, энцефалиты, возможен летальный исход заболевания. Летальность от кори составляет 1 случай на 500 заболевших. Вирус кори от больного здоровому человеку передается воздушно-капельным путем при разговоре, кашле, чихании посредством прямого и непрямого контакта с выделениями из носа или гортани. При подозрении на корю участковый педиатр направляет анализы ребенка на специальную экспертизу. Отрицательный или положительный результат покажет тест. К слову, больной корю опасен для окружающих за 4 дня до и в течение 4 дней после появления сыпи. Вирус развивается от 7 до 18 дней после заражения. Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля призывает родителей вакцинировать детей против всех инфекционных заболеваний, так как осложнения могут привести к непоправимым последствиям.